Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Surviving the Aftermath. Мы с вами пережили эпидемию. Эпидемию довольно страшную, мощную. Потеряли аж одного человека за эту эпидемию, благодаря тому, что у нас было целых два медпункта. Точнее, медпалатки. Это медпунктами нельзя назвать. Вот, остатки у нас еще больных остались. Сейчас мы последнего долечим, я думаю, что все будет хорошо. Также мы получили стра... Долечили, бляха-муха. Ну такая у нас медицина, ну что... Что поделаешь, ничего с этим уже не сделать. Мы получили еще задание на какую-то страшную тварь в атомной станции. Мы проверим ее, наверное... Где она находится? Прямо рядышком, кстати. Мы, наверное, проверим, но не прямо сейчас. У нас еще куча задач по сбору ресурса. Ну и, конечно же, его доставки домой. Здесь опять говнистая территория. Так, ладно, беги сюда. Ты, товарищ, собрал костюмчики? Костюмчики собрал. Он, к сожалению, в один шаг не добежит. Хотя... Раз, два. У него должно остаться четыре. Давай вот сюда. Четыре осталось. И нужно три. Один выйти. Два допрыгнуть. Найс. Так, пусть собирает это добро. Вы, мадам, собрали тоже костюмчики. У тебя хп сколько? По пять в день. То есть она здесь должна будет 30 хп потерять. Это уже опасно. Это уже реально опасно. Я не уверен, что оно того стоит. Так, здесь два места. Здесь четыре места. Давай мы тебя, наверное, сразу в машинку отправим. Дождешься этого дядьку. Он дособирает. И будем валить. Так, вы вдвоем на этой машине тогда поедете. Так, все, да? Нет, не все. А, он еще собирает. Все пофиншую. Ты его дожидайся. Скоро будем делать опять массовый возврат, потому что... Ну, ребятки не вывезут. Нет у нас бесконечного хп. Что поделать? Ничего с этим не поделать. Так, ребятки, трудимся, работаем. Обязательно нужно, кстати, позаботиться о запасе воды. У нас уже была практика, что во время эпидемии у нас... Ну, мягко говоря. Мягко говоря. Была большая нехватка, мать его, воды. Вот. Поэтому этот вопрос нужно бы закрыть. Мы, наверное, для этого используем вот эти места, которые нам, в принципе, нахрен не надо. Тут сколько места? Ага. Вот тут сделаем хранилище. По идее, здесь место должно было бы быть для генерации энергии, но... Забьем. Просто забьем болт. Мы вот здесь несем эту хрень. И у нас здесь будет экстрактор стоять. Так, кстати, а почему я до сих пор их не поставил? Кстати, кстати. Это у нас здесь трудится два человека сейчас. Убираем их с работы. Уничтожаем к чертям. Берем с вами нормальный человеческий экстрактор металла. Харачим его. Вот так вот. И сюда подтаскиваем трансформатор. Опять же, штыки. Без трансформатора в нынешнее время никуда. Самое обидное, смотрите, раз трансформатор, почти дотянулся. Два трансформатора, почти дотянулся. Из этого придется ставить третий. Ну ладно, ладно, я не жалуюсь. Нет, сюда не будем. Здесь у нас добыча. Здесь мы убираем. Здесь будет место под еще застройку. Я боюсь, что я не перекрою. Давайте пусть они сначала построят. Я действительно переживаю, что я не перекрою трансформатором зону, если я его поставлю где-то здесь снизу. А это будет печальненько. А я не хочу, чтобы было печальненько. Ты неправильно угол берешь. Вообще неправильно. Что здесь за место такое проклятое? Ну ладно, давайте сюда протянем. Так, здесь у нас дороги нет, хотя прохода здесь тоже нет. Че-че-че, нет-нет-нет. Нет, твою мать, как ее отменить? Убрать. Фу, кака, потом. Здесь у нас пока есть проходы, пока не балуемся. Так, здрасте. Дед не дособирал машину, пока простаивает. Ты собрал у нас масло, но ты недалеко от базы. О, шуруй сюда. Шуруй сюда, как раз посмотри, что там за атомный зверь такой. Так, эти собирают, мадам ждет в машине. Исследователь юный наш, новый. Исследуй. Тайоперный театр. Нам нужна химоза. Я не знаю, что хочешь, делай. Но сделай так, чтобы у нас появилась химоза. Все, пусть работают. Так, и исследование, что у нас? Исследование, исследование. Мы как раз добирались до медпункта, но он был дорогой в прошлый раз. В нем больше места и возможности для лечения самых разных заболеваний. Требуется и вода, и электричество, и все на свете. Ну, окей, давай. Это точно будет полезно. Вот в чем я уверен. Что бы там ни случилось, это точно должно быть полезно. Так, притащите... Сколько на экстрактор? 40 камня надо. Вы что? Шоколад. Ладно, пластик. А вот за камень обидно. Тут у нас производство 4 в день всего лишь. Ну, мы не тратим, на самом деле, так много. Так что я, в принципе, не жалуюсь. Так, здесь немножко очистите. Особенно вот это почистите. Вот здесь можно в целом ремонтник оставить, чтобы сюда не бегать постоянно. По-хорошему. И я надеюсь очень сильно, что сюда влезет медпункт. Очень мне хочется в это верить. Мы здесь сможем колодец убрать. Инфекция, в смысле? Откуда ты инфекцию взял? Джейкоб, ты где? Почему мне не показывают, где Джейкоб? Кто из вас Джейкоб? Короче, Джейкоб где-то болеет и не хочет идти лечиться. Плохой Джейкоб. Так, металл слямзели. Запрыгивай в Бибику. Бибике, ты один. Подъезжай сюда, заберешь нашего ученого. Я надеюсь, кстати, он не помрет. Ученый... А, стоп, это не ВХП было. Нормально. По 15 в день, и сейчас последний день он дособирает батончики. И, в принципе, может быть свободен. Так, подходи к атомной. Таблетосики собрал. Садись в Бибику. Эту Бибику мы можем разворачивать. Разворачивать и направлять домой. Би-би-би-би-би-би-би. Так, разобрались, мадам. Будьте добрым. Ммм, да блях, у нас слишком много здесь рейдеров. И при этом абсолютно ни хера нет того, что нам надо. Окей, собираем батончики. Так, ребятульки, у вас тут как делишки? Нормик. Вроде бы как, да. Меня только смущает, что они ресурсы не перетаскивают отсюда. Ну ладно, не меднеем. Так, хранилище воды мы установили. Теперь у нас запас максимальный 2700. Не то, чтобы это нам много хватит. В случае, если нам действительно начнет не хватать воды. Но это лучше, чем то, что у нас было. Однозначно. Стопроцентово. Так, экстрактор готовят. У нас еще где-то здесь было бетонное, да, вот. Бетонное место добычи. Так, обезаразьте эту каку. Так, здесь собираю теперь эту кучу. Блях, как вы быстро успеваете. Где-то все делать. Так, ты должен был темненького дождаться. Темненький. Все собрано, еще и бабки нашел. Красавчик. Так, едем домой. Беда, правда, в том, что у нас там только один гараж. Я не знаю, но, наверное, поочередно надо будет заехать. Чтоб не было глупостей всяких. Хера, мы зажрались на двух машинах. Херачим все домой. Офигеть. Так, ты зашел, давай. Не бойся, все нормально. Так, найти электростанцию несложно. Она расположена прямо на берегу пересохшей реки. Несмотря на то, что станция заброшена уже долгие годы, она неплохо сохранилась. Никаких следов других людей поблизости нет. Специалист беспрепятственно попадает на станцию, идет по тускло освещенному коридору и слышит угрожающий крик. Рык, точнее. Так, перед ним появляется огромный светящийся волк. Специалисту угрожает смертельная опасность, но на станции наверняка полная интересная добыча. Напасть на зверя, отвлечь зверя, схватить, что попадется под руку и сбежать. Так, специалист бросается к ближайшему входу в холл, хватая все, что попадает под руку. Зверь некоторое время преследует его. Он останавливается, как только человек оказывается в чуть лучше освещенном помещении. Угроза посади к специалисту, удается скрыться с ресурсами. Конечно, добыча не поражает воображение, но лучше, чем ничего. 15 инструментов, 200 это и минус счастье. А почему минус счастье? Ты выжил, ты наоборот должен быть настолько заряжен на счастье. Ну ладно, тебе виднее, двигай домой. Так, ты продолжай исследование. Микросхемы, масло и опять рейдеры. Только здесь они все неприятнее и неприятнее. Окей, следуй дальше. Черви. Я вас понял. Вопросов больше нет. Так, по еде мы резко скакнули, потому что у нас появилось море картофеля и море кукурузы. Что по торговле? Мадам. Мадам, мадам, мадам. Давайте общаться. А шо, шо, шо по репе? 18. Мы все-таки где-то потеряли одну репутацию. В смысле 675 шоколадных батончиков? У меня нет 675 шоколадных батончиков. Вы че, с ума сошли? Что? Что за херня происходит вообще? Окей, игра. Я тебя не понимаю, но ладно. Прям совсем ладно. Так, хорошо. Давай, нам еще нужны будут экстракторы. Я с удовольствием у тебя заберу опять-таки все. Лекарства. Лекарства, лекарства. Я даже не знаю на самом деле. У нас в принципе их дофига пока что. Не вижу особой нужды. Так, что мы тебе можем втюхать? По традиции, по традиции. А, точнее, у нас же появился картофель и кукуруза. Как ты на это смотришь? Это выращенная нами, домашняя. Так что не выдумывай, бери, не стесняйся. Поверь, тебе понравится. Так, мы еще и выходим в плюс по баблу, да? Да, давайте. Будем прогонять некоторые торговые сделки чисто на будущее, назовем так. Так, это хреновина отстроилась. А, так слушайте, надо, чтобы половина, условно половина здания попала под трансформатор. И тогда оно его подключает. Это хорошо. Это в целом хорошо. Но я не уверен, что здесь еще какие-то здания будут стоять запитанные. Окей, ставьте трансформатор. Запустим. Максимум по железу ставим сотку. Чтоб не выёживаться. Пять единиц и еще и в придачу утиль будем получать. Это замечательно. Двое детей родились. Так, подождите. Вы меня сейчас перенаселение сделаете. Не надо, пожалуйста. Так, апгрейд. Пока апгрейд стоит фигню, пока у нас есть ресурс. Давайте загрейдим все, что видим. Да-да-да, бездомные вы наши. Сейчас у вас появится. Стоп. Может это не стикера? Мы здесь тогда два сможем поставить в упор, если не ошибаюсь. Сейчас я сетку проверю. Да, вообще спокойно два сюда влезет. Так, отменить строительство. Отлично. Вместо того, чтобы отменить апгрейд, оно его снесло к херам. В целом это то, что я и хотел. Правда, в немножко извращенном виде. Все мы пляшем вокруг обогревателя, что самое смешное. Мы все пляшем вокруг обогревателя. Так, в колонии привлечается группа странных людей. Хиппи. Божественный гнев. Так, к воротам колонии приближается группа людей, очень напоминающих сектантов. С собой они несут большие колокола. Которые оглашают окрестный звонок при каждом шаге. А еще у каждого сектанта при себе оружие. Их лидер обращается. Услышите глаз мой, безбожники. Великая зелень снизошла благословить вас своей песнью. Но за это она требует подношения. Пожертвовать либо инструменты. Я не боюсь вас, чудилы. Кыш. Сектанты, изумленные вашим кощунством, открывают рты. А затем начинают яростно колодить в колокола. Поругатели. Святотатцы. Мы истребим вас своими богиням. Я понял. Они, как в народе говорится, на всю голову. Так, ребятки, группируемся. Кто у нас дома есть? Вы у нас дома. Подходите к воротам. Сейчас будет весело. Мы хоть оружие крафтили, но я сильно не уверен в нашей боевой способности. Так, здесь двое есть. Нет, верни. Ну, смешно, потому что они за секунду до уничтожили ворота. Я не знаю, как мы должны защищать ворота, чтобы они реально не прошли. Так, сейчас ждем. Так, ребятки, собираемся, пинаем их ногами. Так, одного забрали. Нормально. Веруны слабые оказались. Сосед, товарищи, сосед. Так, здесь ремонтирую 15 металл. Бляха, 12 металла. Не люблю я этих товарищей. Но и никто не обязывает меня их любить. Так, ты пешачком. Ты на колесиках. И ты, мадам, продолжай исследование. Придут, понимаешь ли, то бандюганы. То какие-то веруны на всю голову нездоровые. Так, мы опять в какую-то из сторон ушли очень далеко. Нехорошо. Нехорошо. Все, можем ожидать. Главное, что наши их особо сильно не покоцали. Жить можно. Так, добыча металла пошла. Добыча металла пошла. Сейчас будет первый сбор. И... Бумц. Пять штук должно быть в день. Из расчета. Так, здесь отстраивают домики. Уже 68 живых мест. Я решу просто уже все закрыть, чтобы мы не дергались. Как собакин. Так, и нам, скорее всего, на ночь теперь может не хватать энергии. Даже с ветрячками. Поэтому давайте перебдим и выставим еще одну батарею. Мы как-то дебильно это все выставили, нет? Ни одному докажется. Давайте вот так спина к спине. Мы сделаем здесь запас все-таки на постройку нормального медпункта. Кстати, нормальный медпункт. Полевой госпиталь у нас это называется. Ячеки пациентов 6. Ну, звучит это прям хорошо. Но ставить медпункт в упор к зараженному очистительному сооружению, мне кажется, было бы опрометчево. Но его смело можно выставить сюда. Либо снести два существующих медпункта. Сейчас я проверю. Если здесь, то сюда. А, здесь все равно два не влезет. Может мы вообще перенесем медпункт? У нас вот здесь есть пустырь, который вообще никак не используется и скорее всего не будет использоваться. А здесь мы будем тогда загрязнять дальше территорию. Ну, как вам такая идея? Здесь источников загрязнения нет. Здесь у нас металл, мы не скоро его будем трогать. Бетон у нас в сраке. Как бы это ни звучало. Но он далеко, в общем, вот так будет понятней. Вопросы у меня остаются с горелками. Эта горелка перекрывает все здания здесь. Мы сможем смело здесь еще добавить дом. По идее, да, здесь уже дом не влезет, потому что баня все перекрыла. Так, и судя по месту, мы сможем, по идее, здесь еще поставить. И если горелку мы здесь будем ставить, то здесь можно будет обогреть либо еще дополнительные дома, помимо... Тогда сюда надо снести больше. Еще дома, помимо медчастей. Сколько он вообще стоит? Он до хера стоит, кстати. Ну, хорошо. Нам нужно как сэкономить по месту? Нам нужно, чтобы горелка была вот здесь, в центре. Мы сможем поставить... Я могу ставить здание на мусор? Неожиданно. Короче, мы ставим тогда... Так, так не делается. Так не делается. Так, еще раз замеряем по горелке. Я ее даже могу по сути построить, но не строить, короче. Поставить, но не строить, вот. Давайте вот так, наверное, сделаем. Так, я ее ставлю. Но строить мы ее не будем. Я ее просто обведу дорогой. И будет понятно. Что к чему и куда? Так, есть. Отсюда выводим дорогу сюда. Почему не выводим? Стоп, ты настолько широкий? Да нет. А что здесь мешает? А? Там же ничего нет. Вы это видите? Вот, что с этим блоком? А, возможно, из-за трупа... Хотя нет, труп крысы здесь. Для меня это пока загадка. Ладно, сейчас. А если я сюда попробую пихнуть полевой госпиталь? Он тоже отмечает эту зону красным квадратом. Почему вдруг? Неизвестно. Так, окей. Если мы развернем так, ты упрешься в эту сторону. Если мы развернем так, мы отхватим вот здесь место, которое можно еще использовать. Тогда ставим вот сюда, по идее. Здесь влезет как раз, если что, несколько госпиталей. И будет топчик. Так, где наши бездельники? Товарищи бездельники. Где вы шляетесь вообще? Иди сюда. Ну, видите, точка здесь висит. Возможно, из-за нее все-таки. Давай, собери. Если что, я хотя бы буду знать, что это за херня было. Так, проложите здесь недостачу. Сейчас мы немножечко всверем ресурсы, но это в будущее. Это не просто так, не по приколу. Так, где-то у нас здесь дерево было. Иди забери дерево. Проверяем. Все. Крысу собрали и все, пожалуйста. Можно строить. Отлично. В итоге у нас вышла теперь огромная область еще под заселение. Я думаю, что, наверное, я отсюда уберу вообще медпункты. Ну, типа... У них очень малая приемка. Всего лишь по два человека. При этом они здесь постоянно загрязняются, что не очень. Не хотелось бы, скажем так. Ну, сейчас дострою сначала эту часть. Так, здрасте, как дела? А почему все остальные не отмечены? Они продолжили ход, когда я пропустил день? О, ма. Это интересно. Бляха, нам нужна куча бойцов. Собирай пока броню. Сейчас проверим. Да, походу, это так. Что с воротами? Почему они опять горят? А, это вы их не дочинили. Пусть наши все ребятки восстанавливаются. Так, а здесь у нас теперь есть выбор по транспорту. О, да, детка. Вот эта штука классная, но, бляха, всего лишь два пассажира влазит. При том, что отмечены очки 10 и 12, а очков 10 у него 15. Здесь 8, а у него 12. Что? Что-то за грудь не так. Почему-то здесь 10 и 12. Здесь должно быть 10 и 14. Не? Ладно, фиг с вами. Вот эта машинка очень хорошая. Но всего лишь на двоих. Я думаю, мы ее будем юзать для товарища, который у нас ученый. Калач копченый. Я думаю, для этого мы будем использовать. Так, давайте, в общем, устраивайте медцентр. Вы, ребятки, все тогда отдыхайте. Что у нас здесь? 20 часов до конца сделки. По еде. Странный шум у ворот. Что опять такое? У ворот стоит загадочный человек. Одетый в остатки прорезанных... Прорезанного костюма. Замотанный в тряпье. Покрытый изрядным слоем грязи. Его лицо частично закрытое. Защитными очками. То и дело, искажая гармаса, припасы у меня все вышли. Обменяемся. У меня есть кое-что уникальное. За две еды 150. Говорит он, в тележке новенький компуктер. Прикрытый листами свинца. Конечно, давай. Так, поднимает компуктер. Показывается, что все. Забирает еду. И грузит на тележку. Прощает дружище, говорит он и уходит. А грузчики заносят компьютер в колонию. Я надеюсь, что нам этот компьютер не укнется. Но! Что случилось? А почему нехватка? Нормально, что все. Да, потребление, дай бог. Но в целом же все хорошо. Да, на ночь хватило. В чем проблема? Че бухтеть? Я не понял. Вам лишь бы побухтеть? Ну вас нахер. Так, мадам. Вы собирайте, собирайте дальше. Я вот что думаю. Сейчас наши пусть полноценно отдохнут. Мы не будем их дергать вообще. Иначе могут быть проблемы. Так, а здесь мы можем еще по сути надстроить. Раз нас так тонко намекают, что как бы у вас тут проблемка. Мы эту проблемку постараемся перекрыть. Ставим еще ветрячки. Пусть будет. Так, медцентр готов, но его нужно же подсоединить. И он у нас, собака, должен подсоединен быть не только трансформатором. Кстати, сейчас проверю. По идее показывают, что присоединится. Но у меня есть немножечко сомнений. Нам надо вообще трансформатор влупить как-то сюда. Ты занимаешь сколько? 3, 3, 6. Если я сюда влеплю трансформатор, сюда не влезет вторая больничка. Давайте влепим сюда. Сойдет. Так, и место хранения водицы. В одну напорку. С таким же успехом тоже сюда можем поставить. Если что, дома здесь будем ставить чуть по-другому. Давай, ставь сюда. У нас здесь будут мега продвинутые здания. Скорее всего. Я не уверен. Но я хотел бы, чтобы это так было. И сейчас, когда заработает этот, мы уничтожим эти два пункта. Абсолютно без проблем. Так, водонапорку пошли делать. По воде у нас очень-очень большой прилив. Так что, я думаю, проблем не будет. Так, умер от старости. Нормально. Так, где-то ресурс окончательно собран. Точно не здесь. Это либо стройматериалы, в чем я сильно сомневаюсь. Но, скорее всего, еда. Кого нам прислали в подарок? Так, постаревшие двое колонистов. Специалисты готовы к работе. Водонапорная завершена. И торговый караван прибыл. Харящо. Так, водонапорка есть. Есть. Так, ты тут все собрала, что ли, да? Е-е-е. У нее 15 урона. Она, по идее, не затащит. Хотя, мелкого кого-то, может, и затащит. Но здесь уже мелкими не пахнет. Ну, можешь еще здесь собрать. Раз такая гуляка. Трансформатор никак не... Будет обидно, если надо будет трансформатор прямо в цепь. Что опять такое? Походу, да. Плохие новости. Они, как всегда, приходят в тему. И, соответственно, мне нужен трансформатор хотя бы здесь. Хотя, видите, нет перекликания. Как бы нет перекликания, но по-другому оно не сработает. То есть, у нас везде должны стоять трансформаторы. Для того, чтобы они друг к другу связывались. Так, кто-то ждет у ворот. Торгаш мой любимый с уточкой. Так, что он предлагает? Заберет детали либо картошку и даст зерно. Причем и это зерно, и то зерно. Но это разные зерна. Ну, давай. Это пшеница, походу. Сейчас можем какое-то мелкое поле отдать. Дальше. Пшеница. Зерва культуры, которая хорошо подойдет. Переработка довольно быстро растет урожай и дает отличный урожай. Арахис мы, кстати, так и не попробовали. Ну, давай сюда пшеницу. Сюда арахис. Будем топить за разнообразием. Так, еще энергии реально на ночь не хватит, да? Чутелька в тютельку хватило. Уже 100 энергии оставалось. Но в конце все-таки перебдели. Это при том, что мы поставили дополнительные два ветряка. А они не вывозят. Что меня печалит на самом деле. Сейчас, если трансформатор этот не заработает, я охерею. Серьезно, я просто охерею. Так, вододобычка немножко завонялась. Ну-ка, ну-ка, давай дострой. Я хочу увидеть все своими глазами. Оно сработало. То есть у них области должны пересекаться, и тогда все работает. Я вас понял. Так, направляем сюда, получается, троих людей. Это уничтожаем, это уничтожаем. Ничего личного, ребят. Ничего личного. Все ради прогресса. Все только ради прогресса. А вы дорогу, кстати, не построили. Если что. Вы, может, забыли? А может, специально? Так, схемы бабло есть. Ну, в принципе, я думаю... Хотя, у тебя что, хп не потеряно? Ничего не потеряно? Беги дальше и следуй. Наши все, кстати, откачались, да? Ах, сейчас проверим. Мы вверх, получается, пошли от нашей базы. Здесь есть полезные вещи. Неоспоримый факт. Они здесь есть. Но они, опять же, требуют... Требуют внедрения либо мощных сил с нашей стороны. Я думаю, что настало время пойти влево. Влево, так как там абсолютно не исследован, нам, по идее, нужны все. Я правильно понимаю? У нас есть одна заправленная бибика, да? Автомобиль готов. Это у нас универсал на четверых, да? Ну, давайте сюда посадим нашу... Dream Team. Ученый. Ты у нас кто? Ты у нас сборщик, да? Да, сборщик. Боец. И давайте еще одного сборщика. Создать. Бибик. Так, бибика, езжай сюда. Тут мы их сейчас всех раскидаем. Либо по одному мы будем раскидывать, как пойдет. Главное, чтобы хватило топлива. Так, остальные пусть остаются пока дома. Я за них переживаю. Не хотелось бы, чтобы люд страдал. Но у меня все-таки чешутся руки. Я должен это сделать. Я не выдерживаю. Так, мастерская, оружейная мастерская, химком... Кстати, переработка масла в топ... Я вспомнил, что это за переработка. По сути, она тоже будет загрязнять зону. Нихера ты, огромная собака. А поменьше химпереработки у вас нет? Там не написано, она загрязняет, нет? Загрязняет почву, понял. Да даже в лес его не поставить, слушайте. Не, есть место. Блях, это такое извращение. Здесь же ж не энергии, нихера нет. Сюда опять трансформатор надо тащить. А ему надо 30 энергии на секундочку. Слушай, не надо нам сейчас. У нас пока топливо там какое-то есть, да? Да, 20 единиц есть. Че мы вырвышемся? Зачем нам вот эти вот заскоки? Так, экстрактор бетона, кстати. Следующая же наша цель. Экстрактор бетона. Бетон у нас пока что есть. Поэтому дергаться не будем. Я че хотел? Где у нас палатка, лачуга? А, мы можем сразу, да? Понял. Ячейки колонистов 3. А у нас выходит 4, да? Небольшой бонус, к счастью. Снижает рождаемость и вынуждается в отоплении. Так все нуждается в отоплении. Пока что. Пока мы не закачали супергрэмютые дома. Нам всегда это надо будет. Оперативный центр можно отдельно строить. Кстати. Здесь у нас влезет. Ах ты ж, собака, не влезет, да? Ну, мы можем прям тут поставить. Нам от этого не жарко, не холодно. Поставьте, нам еще нужно 2 защитника. Во-первых. А, во-вторых. Где оно? Вот. Так, сюда вставляем ремонтника. И он как дотягивается? Он херово дотягивается, да? Но в целом для него здесь идеальная позиция. Он будет чистить как раз все эти здания, чтобы они прям отвратительно не воняли. Так, разобрались. А сюда, кстати, что дорога не подведена? Ай, хер с ней. Побегают пешочком. Так, медцентр перенесли. Вмещает теперь 6 человек. 3 человека здесь работают. И я хотел еще увеличить скорость отхила. У нас было 2 апгрейда вроде бы. Стоп, этот ускоряет, по-моему, только в херовом здании. Тогда нам это не надо. Вот, в медцентре нам надо ускорить на 20%. Будет топчик. Будут все здоровые, как огурчики. Так, я не упустил? Не упустил, отлично. Будут здоровые огурчики. Так, ожидание. Арахис пошел по чуть-чуть. Эх, здесь же пшеница должна быть. Ну, бляха, муха, он решил кукурузу-таки высадить, да? Ясно. Новоиспеченные родители. Появился дитё Харпер. Так, а сколько у нас сейчас ограничителей? 76. То есть у нас еще 15 свободных мест есть. Восхитительно. Так, ребятки, вы здесь все убрали, да? Все. Лесорубы могут не переживать. Начинайте теперь вот эту страшную уборку. Это надолго, сразу скажу. Но я думаю, вы подготовлены. Слушайте, здесь огромное место хранилища под отходы. 24% 122 единиц. Это прям, прям хорошо. Так, закончены строения. Я думаю, что мы все-таки завершим. Здесь один человечек, я думаю, здесь больше не надо. Точно так же, как и здесь, на туалетах, кстати, туалеты. Вроде бы, как обитателей там нет. Но я все равно переживаю. Так, мадам, в первую очередь. Исследуй. Что расскажешь? Оружейчка есть. Еще один город. Хэмвиль. Хэмвиль, Хэмвиль. Сладкий мой. Так, оружка у тебя сколько пойдет времени? Два дня. Десять урона получишь. Нормально, забирай. Оружка нужна всегда. Так, товарищи ездуны. Давайте высадим деда. Дед, вылазь. Исследуй зону. Ага. Залазь. Мы можем в наглую подъехать. Мы шакалы еще те, да? Можем подъехать вот сюда. Высадить мадам. Справишься? Да справиться, куда наденется. Па-па-па-па. Пи-пи-пи-пиу. Па-па-па-пау. Что это за говно урон был? Это был крит-промах? Серьезно? Это было очень плохо, женщина. Это было отвратительно. Матерь, боже. Что ж вы со мной делаете? В целом, наверное... Ну ладно. Давай, чтоб ты хп не терял. Иди сюда. Сборщики, товарищи, уже можете вылупиться, по идее. Иди сюда, готовься собирать. Так, дед, вылазь. Тебе как раз должно хватить шагов. Начинай собирать масло. И кто остался в машине? Исследователь. Ну, вылазь исследующий. Раз исследователь. Так, еще оружка, еще мясо. Ну и двигай в эту сторону и следовать. Пока мы сыну оставляем. Она и так настрадалась. Ммм, я дебил, да? Мы могли здесь познать. Ладно, не имеет значения. Просто забейте. Просто забейте. А ты не натягиваешься сюда, да? Окей. Хрен с ним. Здесь у нас вечно один колодец будет страдать. А экстракторы мы очищаем? Боже, мы экстракторы можем очищать. Та выше. Это будет долго. Так, нет утиля. Все. Утиль тю-тю. Но его тут по чуть-чуть производят. Я думаю, не все так плачевно. Так, медицинское обследование апгрейднуто. Все, теперь у нас мега ускорение, по сути. Мега работа, мега супер-пупер. Но опять же, у нас здания теперь зависимы от воды и электричества. Это очень плохо. Потому что будет какая-то проблема серьезная. И она сразу же отразится на нас. То есть нехватка воды сразу перестанет корректно работать здание. Это нехорошо. Так, игровые автоматы. Отличный способ провести несколько часов в темном, душном и шумном помещении. И выйти оттуда немного счастливее. Ну, такое на самом деле. 300 отдавать за автоматы. Пожалуй, я откажусь, наверное. Так, сохранение знаний. Библиотека. Очень полезная, повышает настроение. Давайте исследуем. Это нас подвидит к комфортному жилью и несущим стенам. Просто у нас там как раз появился еще один жилой райончик. Я думаю, что мы его как раз и библиотекой оснастим, и всем на свете. Будет все по феншую. Так, у вас что? Все готовы работать. Иди за жуками. Иди за этим добром. Дед. Дед уже собирает. Исследователь. Если тут ничего не найдешь, иди в оружку. Найдешь. Правда, ты будешь очень херово собирать. Ну ладно. Иди сюда собирай. Будем по чуть-чуть решать этот вопрос. Так, ты собираешь оружие. Тут еще есть редкие металлы. Еще шифер. Ахемвель, кстати, я так и не глянул, да? Так, о, они антибиотики продают. Репутация у нас охеренная. 214 с ними. Если у тебя есть просьба, предложишь с вами в ответ. Так. Ядовитые выбросы с этого химкомбината обязательно вызовут у вас невыносимую головную боль. Однако, несмотря на недружелюбную окружающую среду, местные жители всегда рады гостям. И с готовностью угостят усталого путника блюдами своей уникальной кухни. Но кто откажется похрустеть светящимся дракан? Действительно. Такое предложение? Не отказаться. Так, я бы у вас все антибиотики купил. Вы как на это смотрите? Хорошо смотрят. Есть какие-то реп плюс предметы у меня для вас? Нет. У меня они ничего не хотят брать. Я, в принципе, и ок с этим вопросом не имею. Картофель хотите? Картофель у нас вкусный. Серьезно, вы нигде на пустошах не найдете такого картофеля. А рыбы у нас охереть сколько просто. Денег у них много, кстати. Нормально, мы в плюс еще выйдем. Подтвердить, подтвердить. Три дня, четырнадцать. Ёпрацетая. Нам нужен либо еще один пост. Сейчас мы, кстати, проверим. Либо еще один человек, либо еще один пост. Человек назначен. Человека достаточно, супер. Так, у вас что есть? Защитная одежда. Мы, кстати, по одежде, по-моему, страдаем, да? А, нет. Мы бы нашли, наоборот, дохера одежды. По одежде мы вообще не страдаем, ребятки. Что еще можете предложить? Фрукты, седан, коровы и быки. Я бы за коровы быков взялся, но у нас ранчо пока нет. Нам негде их. Это вот, того-этого. Ну, вы поняли. Мы пока активно откупаемся едой, по сути, да? Мы откупаемся едой, потому что у нас ее, ну, действительно, дохера. Давайте будем честны. У нас ее дохера, мы ее производим нон-стоп. Давайте вот такой мини-обмен с вами еще проведем. Просто вдруг у них потом закончатся эти комплектующие, а нам они будут постоянно нужны, по идее. Вон, у нас было их сколько? Штук 60, наверное, уже осталось 29. Тратятся только так. Так, дорогая передача. Ополчение судного дня. Это те самые редкие бандиты, которые превыше всего ставят дисциплину. Согласно донесениям ваших разведчиков, недавно они захватили несколько радиостанций поблизости, а значит, теперь у них есть доступ к радиосвязи дальнего действия. Это может быть опасно. Выгнать бандитов. Выгоним их нахер. Надо бы-то бойца, наверное, послать. Чтоб он уж точно справился. Так, здесь в чем беда? А, утиля нет. Утиль, сорян. Сорян, утиля действительно нет. Так, торгаши заняты. Энергии нам вроде бы хватает. По воде мы вроде бы как сделали хороший запас. Но в целом мы выравниваемся. Снежная мы, твою мать. Ну, твою мать, ну зачем? Ну, все же хорошо было. Так, посевы озера минус. Озера минус, это по идее минус вода. Я правильно понимаю? Переохлаждение, зачем клонить? Да, да, да. Да, 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 да. Снижает уровень счастья. Да, мы согреемся, я думаю. Не то, чтобы проблема. Хотя нет, мы ни хера не согреемся. У нас нет дров. Хьюстон. У нас... Какого хер? Бип-бип-боб-боб-бип. Так, собирай здесь. Ты, дружочек, у тебя зоны какая-то беда. Собирай здесь. У нас товарищи решили не добывать дрова. Так, у нас экстренная ситуация. Динь-дон, динь-дон. Очень экстренная ситуация. Мы должны быстренько перейти в материалы. Нам нужен лесозаготовочный. Мне похер, где вы его поставите. Что вы с ним будете делать? Он должен заработать. Желательно прямо сейчас. Побежали. Три-два-дин, три-два-дин. Быстро-быстро-быстро-быстро. У нас один раз на рабочий. Куда они побегут? Я вас умоляю. Нам нужно до начала холодов умудриться поставить лесозаготовочную. Серьезно. Нет свободных... Куда он делся? От старости... Ёбарц. За что? Так, убираем пока здесь людей. Ребят, ничего личного. Опять же, ничего личного. Мне нужны ручки. Рабочие ручки. Так, тут у нас один сидит, тут два. Окей, пусть пока все хотят. Пошли нахер отсюда. У нас три спеца на месте. Так, три разнорабочих есть. Можем еще и спецов, кстати, направить. Спец. Вперед. Впердух. Так, и здесь обновляшка, да? Как дела? Оружие собрал, иди за металлом. Так, дед масло собрал. Иди, наверное, за оружием. Ты у нас пока что самый хэповый. Так, у тебя как дела? Добыча идет. Ты добывай металл. Все заняты. О, кстати, бойцы за прям рядом находятся с местным заданием. Найс. Так, давайте мы быстренько отстроим, иначе быть беде. Смерть от старости. Найс. Херово плодитесь, ребятки. В смысле, еще одно смерть? Че вы решили все старики подопнуть сейчас? Ну, хотя вы еще не работаете все равно, да? Свободных носильщиков нет. Да в смысле? Так, готово место. Ставим сюда еще один человек нужен. Деревях нам пока хватит. Выгружаем человека отсюда. Тут двое работают, тут двое. Носильщика свободы у нас все равно не осталось. Уходите нахер с полей. Во всяком случае, с незасаженных. Потому что сейчас все равно будет снег, печаль. И ваши как бы потуги здесь ни к чему абсолютно. Но мы можем теперь вернуть защиту. Все. В принципе, разрядили. Ребятки, активнее добывайте лес. Максимально активно. Я серьезно, я не шучу. По восемь в день. Это нам только на бане хватит. Бани у нас по десять в день забирают. А обогревчики у нас забирают еще дополнительно пятнадцать. Снежная буря, добрый вечер. Спецы готовы. Ладно, давайте спецам сейчас дадим, кто не работает. Так, забирай оружие. Забираешь уже что-то. Забираешь, забираешь. Забирает. Хорошо, ребятки. Пока что сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.